Кирилл, смотри, придерживаешь корешок пальчиком и вот так аккуратненько выдергиваешь корнем обязательно, травку, вот так вот, и ставишь. Обязательно придерживаешь, чтобы корень не вышел. Нехитрая работа удалять сорняки, но навыки требуются. Обучить новых сотрудников и получить надежных помощников. В Дендрарии придерживаются такого принципа. Сегодня четверо юных сочинцев трудятся в парке. Работают в оранжерее, ухаживают за прудами, убирают территорию. Одновременно перенимают опыт у сотрудников парка. Как проходит трудовой день подростков, сегодня интересовался у ребят и глава города. Давно уже начали работать? С июня. С июня должны работать? То есть уже получается месяц от работы? Да. Сколько зарплаты? 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей? Ну, в принципе, неплохо. В основном сочинские школьники в возрасте от 14 до 18 лет задействованы в сфере обслуживания и торговли, работают курьерами. Распространенная специальность – рабочий паркового хозяйства. Попробовал себя в этой роли сегодня и глава курорта. Вместе с ребятами Анатолий Пахомов посадил пальму. Эти детки, они заняты трудом, они находятся на улице. И задачу, которую мы ставили перед собой, это партия «Единая Россия», администрация города. Это создать условия, чтобы детки наши разного возраста в летние школьные каникулы могли отдыхать и быть заняты во дворах. Удалось сделать и то, чтобы наши детки работали. Но работу в этом направлении мы будем продолжать. Летняя трудовая практика для подростков – это ряд плюсов. Помогает осваивать новые профессии, воспитывает самостоятельность, ну и самое главное – дает возможность заработать. Никита приступил к своим обязанностям только в июле. Первый летний месяц был посвящен сдаче экзаменов. В процесс вкинулся быстро. Все здесь уже знакомо. Я в прошлом году здесь же работал. Сюда пришел, вот второй год. Меня ждали уже, зарекомендовал в прошлом году себя. В прошлом году я смог июль-август накопить на поездку в Питер. Купил телефон, то есть как бы помог родителям. Дети у нас работают, проходят практику, получают зарплату. Для большей части, скорее всего, это заработать официальные деньги, да, и трудовой стаж, скажем так. Ну, для некоторых это просто интересно поработать, изучить какие-то новые виды растений, соответственно, поработать в оранжереи. Ну, после этого многие ребята делают выбор, там, уходят уже по специальности куда-то дальше. В городе больше 16 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Каждый год трудоустраивается более полутора тысяч подростков. Зарплата начисляется из двух источников – от работодателя и центра занятости. К слову, на реализацию данной программы в этом году из городского бюджета направлено 2 миллиона рублей.